Всем привет! Меня зовут Лиана, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я захотела снять такую небольшую распаковку, просто распаковку своих новых ароматов, которые приобрела я очень даже выгодно. Вот, если вам интересно, то оставайтесь со мной, и мы начинаем. Итак, сегодня у нас с вами на распаковке будут три аромата. И начну я, наверное, вот с этого экземпляра. И это у нас Труссарди Саут оф Донна 100 мл. И у меня есть тридцатка. Где она? Вот она. У меня есть тридцатка. Вы только посмотрите на эту разницу. Вот. Блин, я так некрасиво положила. Здесь видно эти блотеры. Вот так вот сделаем. Мне не нравится, как это смотрится. Вот. Я хотела дублить этот аромат. Тридцатку я покупала, если не собрать, три года назад. Сносила я половинку. Активно начала носить его буквально вот-вот несколько дней назад. Особенно после того, как я заказала себе 100 мл. Я начала более активно его носить, потому что мне было жалко. Жалко тратить его, потому что мне аромат очень-очень нравится. Вот. И я хотела его задублить. И тут попалась такая хорошая акция. И, в принципе, мне удалось это сделать. Сейчас, секундочку, я исправлюсь. Все. Просто поставила на зарядку. Так, давайте мы с вами распакуем этот аромат. Он мне очень нравится. Вообще, я люблю бренд Труссарди. Кто меня смотрит, кто смотрит давно и смотрит часто, часто мои видео, тот знает, что бренд Труссарди я очень люблю. Господи. Давай. 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 Так, распаковываем. Посмотрим с вами, сравним, как же в сравнении смотрятся флакончики 30 мл и 100 мл. Давайте я, наверное, слюду сниму, чтобы она не висела, не мешала. Вот. И этот аромат мне очень-очень нравится. Особенно сейчас на осень. Вообще, для меня это всесезонный аромат. Ой, ну какой балдеж, девочки. Вы посмотрите. Ну, это бадья, бадья, Труссарди. Сравниваем. Вы только посмотрите на них. Папа и дочка. Чего-то мне захотелось сказать папа. Вот. Давайте пшикнем аромат, чтобы он у нас настаивался. Пока я доп использую 30-ку. Всё, холостые пшики были. Ой, ну это сладость. Ну это сладость цветочная. Каштан там у нас есть. По-моему, сливки какие-то взбитые. Очень тёплый, очень уютный аромат, сладкий, женственный. То есть, у нас сейчас парфюмерия очень такая масштабно расширенное направление парфюмерии. Вот. И это именно тот аромат, который будет понятен. И я думаю, он понравится многим. Кого-то он поддушивает за счёт своей такой тягучей сладости. Но это не про меня. То есть, это не... Меня не пугает, не останавливает. Ну, безумно красивый аромат. Очень люблю его. Я не помню пирамиду, а абсолютно я просто люблю этот аромат. Вот и всё. То есть, что бы мне за это сделать? Ничего. Я очень рада, что я затоплила, затоплила в сотки. У меня подруга, кстати, купила этот аромат себе. И он её поддушивает. Но она у меня любительница свежих цитрусовых цветочных ароматов. Таких лёгких, не принуждающих ни к чему. Это тоже для меня не принуждающий ни к чему. Вот. Безумно вообще люблю этот аромат. Вот. Теперь могу общеспокойно обливаться. Я говорю, я не помню пирамиду. Но для меня это какие-то... Как будто бы немножко сладковатых ягод, цветов, возможно. Но не жасмин, явный жасмин. Но что-то вот я не помню пирамиду. Я помню, что там есть каштаны. Я чувствую вот эту вот лёгкую-лёгкую какую-то ореховость. Такая, знаете, как будто бы действительно есть немножечко сладость каких-то взбитых сливок. Но это аромат не лактонный. Для меня, по крайней мере. Но он очень женственный, красивый. Такой, знаете, понятный. И довольно-таки комплиментарный аромат. Вот. Так, приступаем с вами к распаковке следующего экземплярчика. Вот. Этот аромат я уже взяла, знаете, на оставшиеся бонусы в Литуале. То есть, чтобы они у меня не висели, я его просто прихватила к основному своему заказу, к основному своему аромату. Я говорю с вами про Дольче Габбана, императрицу, лимитка именно, лимитированная версия. Вот. У меня 50 мл. Вышла вообще очень-очень даже выгодно, очень даже дёшево, я вам скажу. У меня есть флагман императрицы Сотки. Вот. Мне нравится. К этому аромату я подходила довольно-таки редко. Вот. По отзывам, да и по своим ощущениям, лимитка, она более сладкая, чуть более сладкая, чем флагманская версия классическая императрица. Так, давайте мы с вами, наверное, тоже следу снимем. Или не будем. Она не хочет сниматься. Вот так откроем. Я хотела, в принципе, не то чтобы прям сильно-сильно этот аромат к себе в коллекцию, но иметь его, это за счастье. Особенно на какой-то весенний-летний период. Господи, что за звуки? Так, поставим. Конечно, по сравнению с флагманом, блин, я забыла достать флакон классической императрицы. У меня сотка, вот это вот 50 миллилитров, там вообще такой малышок. Мне так нравятся их крышки вот эти вот. Слушайте, он уже пахнет, он уже пахнет, но пшикать всё равно надо. Блин, у меня такая дурацкая привычка. Если кто-то не заметил, у меня есть перчинка, то нужно поправлять его постоянно. Так, давайте, наверное, мы с вами нанесем этот аромат на блотер. Мне так нравятся вот эти вот пульвики у Дольче Габбана. Вот, что у императрицы, что у The Only One. Такие плоские, широкие пульвики. Я обращаю внимание на мелочи. Во флаконах один холостой пшик был. Блин, ну это классика. Это классика девичьих арматов. Ну, он такой прикольный. Он такой яркий, он такой... Он действительно летний, сочный, более сладкий. То есть, если у нас в классической императрице там у нас вроде арбуз идёт, то здесь у нас вроде клубничка. Клубнички, как таковое, я не слышу. Я просто понимаю, что этот аромат более сладкий. Ну, классно. Ну, классно, девочки, я рада. Ой, ну поливаться. Пускай сейчас настаивается. Ох, они у меня две императрицы настоятся к следующему лету. А может быть и зимой поднимать себе настроение. Мне кажется, это вообще классно. Давайте я, наверное, буду делать вот так. Ставить. Блин. Надо было подальше на углу поставить. Ладно. Пускай будет вот так. Пускай будет вот так. Нормально? Нормально. Блин, прошу прощения, я так долго всё это здесь сделаю. Вот так. Пускай будет. Ой, ну очень классный, женственный, прикольный, яркий, сочный, такой фруктовый, фруктовый аромат. Ой, ну клёво. Ну, я рада, девочки. Ну вот согласитесь, вот что ты любишь, вот что ты любишь. Я вот, например, в данном случае люблю парфюмерию, люблю всё, что с ней связано, читать, смотреть, вплоть до там коробок, рассматривать флаконы, какие-то мелочи, детали во флаконах, до вот ароматов. Вот что ты любишь, вот что ты делаешь, оно тебе поднимает настроение. Мне очень поднимает настроение, как момент покупки, как момент поиска, например, более выгодной цены. Вот так, момент распаковки, вот это вот всё слушать. Очень просто обожаю потом подходить к шкафу, открывать его, рассматривать флаконы, просто в хаотичном порядке брать и нюхать. И уже потом под настроение просто напшикаться. Так, немножко отошла от темы. Ну что ж, девочки, распаковываем с вами самый главный аромат, из-за которого затевалась вся вот эта вот покупка всех трёх ароматов. И тадам! Это бренд Акра, аромат Бейк. Я взяла в сотки, взяла в сотки, очень-очень выгодно. Вот, и наслышано, что этот аромат, ну, очень-очень классно звучит осенью. Давайте с вами распаковывать. Мне не терпится, я вчера забрала заказ, мне очень-очень хотелось распаковать всё это. И сегодня это явно будет моим ароматом дня. Так, давайте распаковывать. Кстати, девочки, не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой телеграм-канал. Там я показываю все свои покупки гораздо раньше, чем здесь, на видео. Так что вы подписывайтесь, мы там общаемся каждый день. Да что за слюда такая? Мы там общаемся каждый день, вообще на разные темы. У нас очень интересно, весело, уютно, так, по-тёплому. Так что подписывайтесь. Ой, девочки, девочки, я же знаю, там аромат, она с вами лежит в шкатуре. О, вы посмотрите, вы посмотрите, вот такая вот шкатулка чёрного цвета. Обожаю чёрный цвет, потому что, девочки, мой цвет по жизни это чёрный. Цвет настроения чёрный, я чувствую себя супер кайфово в чёрном цвете. Вообще, я обожаю чёрный, чёрный цвет, чёрную одежду. Total Black и все дела. Менталлическая шкатулка у нас с вами. Так, и вот как я вот так достала. Давайте открываем. Да. Вы только посмотрите, как всё это выглядит. Божечки-кошечки. Ё-моё. Ну, это просто шикарно, я считаю. Это просто шикарно. Девочки, это что-то на крутом. Это что-то на таком, знаете... Я не могу. Плюсом ко всему, это супер лаконично смотрится. Оно супер лаконично вообще, девочки. Мне бы к этому всему ещё какой-нибудь чёрный маникюр. Так, давайте доставать с вами аромат. А как мне его достать? Юля, давай рассказывай, как ты доставала ароматы эти. Господи, ну наконец-то. Здесь такая мягкая поролонка. Она достается, и у вас остаётся классная шкатулка. Блин, девочки, девочки. Вот только посмотрите. Очень красиво, очень лаконично, очень минималистично. И при этом, мне кажется, это супер стильно выглядит. Просто бомбически стильно выглядит это всё дело. Что у нас там, всё окей? Всё окей. И вообще очень стильно всё равно. Вот такие у нас с вами детали. Здесь у нас буковка А. Крышечка матовая и глянцевая. Вот такая у нас буковка А. Девочки, давайте... Так классно, мягко снимается крышка. А, опять в нос себя засунула. Так, давайте, наверное, нанесём с вами сперва на блотер, потом и нанесу на себя. Красивый матовый пульвик. Основание у пульвика матовое, красивое. Давайте наносить. И всё мне на ногу. Старт у нас супер лимонный. Цедра лимона с сахаром. О, боже. Для кого-то это лимонный пирог. Для кого-то это лимонный тарт. Для меня на данный момент тарт это лимонная цедра с сахаром. Господи. Господи. Девочки. Это что-то на очень уютное. Это гурманика. Это понятное дело. То есть, если всё, что касается чего-то съедобного, это у нас, естественно, гурманика. Я не помню базу. Я не помню пирамиду абсолютно. Я его тестировала несколько раз. Смотрите, какая, в общем, история. Изначально я очень сильно хотела себе приобрести Acro Awake, который про чёрный кофе. Там прям супер натуралистичный чёрный кофе. Очень такой, прямо явный. Но когда я пришла в магазин, последний раз, когда я тестировала именно Acro, я нанесла на один блотер Bake, на один блотер Awake. Так, пахли, естественно, они абсолютно по-разному. Awake – это у нас чёрный кофе. Bake – это у нас вот что-то лимонный, какой-то десерт. И я взяла с собой эти блотеры. Я их положила так, что они не соприкасались друг с другом. Приехала домой, достаю блотеры, начинаю их нюхать. И понимаю, что Awake абсолютно-абсолютно идентичен в базе с Bake. У меня просто на блотере оказалось два практически идентичных аромата. Практически одинаковые два аромата. То есть, если на старте здесь лимонный десерт какой-то, там на старте у нас чашка чёрного кофе, то в базе это просто два одинаковых аромата оказалось. Они одинаково ванильно-заслащенные, с чем-то съедобным. Безумно вообще вкусные. И, честно, я не пожалела, что я приобрела всё-таки Bake. Вот. Потому что всё-таки старт более какой-то такой понятный, что ли. Давайте я сделаю вот так. И поставим с вами на кончик. Ой, слушайте, я так напшикала сейчас, что мне прямо... Ох! Какие-то лимонные дольки. Какие-то лимонные леденцы. Господи. В базе всё это как-то смягчается за... Как сказать? Спягчается, утепляется, угущается. То есть, если на старте это что-то вот сочное, сладкое такое... Сочность какая-то имеется. То со временем, к средним нотам, к базе, это всё как-то подуспокаивается. Добавляются ещё какие-то дополнительные ноты базовые. И всё это становится как-то мягче, теплее. Вот именно теплее, правильно, мне кажется, подобрать будет это слово. Наверное, поэтому его очень классно и любят девчонки носить осенью. Потому что он становится более тёплый, более уютный. Вот я сейчас сижу, но это вообще балдёж чистой воды, девочки. Как не радоваться, как не становиться счастливой в такие моменты, когда ты покупаешь то, что ты хотел. Когда ты классно пахнешь. Когда... Вот для меня это какая-то ароматерапия просто. Моя душа успокаивается, мне становится классно. Мне становится тепло. Божечки, ну вы посмотрите на это. Посмотрите, я вот так вот. Я собрала сегодня просто трёх красавчиков. Это у нас осенний аромат, летний более аромат и вот всесезонный. Ну слушайте, Акра, наверное, тоже будет всесезонным, потому что летом не в супер жару. Мне кажется, тоже будет классно. Ну, девочки. Вообще, я особо сильно не люблю разделять ароматы на сезоны. Это просто уже, знаете, по моему предпочтению, по моему усмотрению, ароматы носятся в тот или иной сезон. Господи, ну это вообще, это балдёж. Это реально, девочки, балдёж чистой воды. Я в кайфах сижу. Я не могу. Это так вкусно. Это так балдёжно. Так, ну что, девочки мои дорогие и любимые, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите комментарии. Также, знаете, что мне интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, похожа ли для вас база у Акра, Эвэйк и Бэйк. Может быть, у меня у одной какой-то глюк в голове. Вообще, напишите своё мнение по поводу данных ароматов, которые я сегодня распаковала вместе с вами. Вот, также подписывайтесь на мой телеграм-канал. И я жду вас снова на своём канале.